ну давай итак наконец-то мы собрались с тобой сегодня сколько мы собирались лучше скажи месяца два больше наверно если не три наверное даже как это надо отмечить но самое главное мышцы чисто ради теста пробовали уже записать поэтому да но мы ничего не выкладывали я надеюсь что мы сегодня поговорим и что-нибудь получится готовая для того чтобы выложить и у меня было две темы на выбор и какую ты выбрала первое это как мы попали войти вторая как мы попали в сервер не на самом деле две темы очень сильно актуальны и думаю будет интересно поговорить по этому поводу но я не хочу говорить про работу поэтому давай поговорим о том чем еще мы здесь делаем в сербии как ты смотришь на это да давай война сидим подка записываем ты давно же сербии слушая в сербии нахожусь чуть больше года это я приехал февраль март-апрель в середине апреля я приехал в сербию мы одновременно приехали получается 23 я приехала приехали мы практически одновременно и получается где-то был до этого времени ну мы вообще с моей девушкой решили в грузию съездить на перезимовать а то есть это еще получается мы думали что потусим там немного типа покушаем хинкали хачапури попьем винишко нет нет мы на 3 мы зимовать мы на три месяца уехали по-хорошему то бишь мы вот 29 января 22 получается года ждать 22 до 22 года я 22 года я девушка улетел в грузию мы там находились получается до тоже до апреля находились там думали сейчас три месяца побудем зимуем потусуемся на море посмотрим покушаем вкусной грузинской еды и вернемся обратно в россию но потом случился случился ситуации и получается как я помню у вас есть код да у нас есть код мы с которым улетали а вы даже в грузию и из грузии полетели сначала в турцию из турции сюда уже все с котом но это прекрасно потому что есть много истории когда людей эта ситуация застала где-то в других странах слушать там изначально ситуация была в том что типа ну как бы мне который кота некому оставить и как бы ну это мой код почему я должен его кому-то оставлять скажем так поэтому изначально были подготовлены все документы сделаны все прививки просто получили справку поехали в грузию из грузии там когда улетали тоже там надо было пройти миллиард кругов ада получить вот это все на грузинском справку такую и собственно говоря вылетать уже блин здорово что вы все вместе так ну были все вместе и получается оказались как бы в сербии видишь слушай касательно сербии там тоже в момент довольно интересно потому что ну ты прекрасно знаешь что что в сербии офис пайсента собирался открываться давным-давно нет подожди так это слишком быстро ты пришел в компании ну то есть получается мы с максимом работаем вместе мы не представились кстати да меня зовут максим я занимаюсь android разработкой я настя я занимаюсь датнет разработкой и мы с максим работаем в одной компании получается ты был в грузии компания сказал о том что мы открываем офис в сербии и ты сказала я хочу слушай но было немного на самом деле не так потому что случилась война начали блокировать русские карты собственно говоря зарплату надо было как-то получать и единственным вариантом который я нашел на тот момент выводить русские деньги это через там белорусскую компанию которая через криптовалюту переводит деньги понятное дело что типа ну долго так ты в любом случае не проживешь потому что как минимум неудобно постоянно крипту менять в перец куда-то выводить и все такое я начал узнавать что вообще есть какие варианты и потом вспомнил по поводу того что у нас планировалась релокация и тут как раз начали в общих чатах писать то что первая волна там я поехала сначала даже не первая волна просто ребята поехали там вот наши коллеги просто на неделю на две в командировку посмотреть что здесь как происходит и потом начали писать о том что открывается офис и типа все кто хотят релацироваться могут поехать как в итоге оказалось не все кто хотят релацироваться могут приехать но я помню была первая волна и я вот попал как раз во вторую волну я очень рада что наша компания дала возможность нам переехать и я на самом деле мне кажется как и ты два года назад не подумала бы что я буду сейчас находиться в сербии слушая даже и 10 лет назад не мог бы подумать о том что буду находиться в сербии справедливости ради допер до приезда в сербию про сербия знал ровным счетом ничего я слышал что есть такая страна но возможно даже на карте то что вас говорить возможно я точно даже на карте мне показал где он находится простите сербия но и аналогично в общем да на самом деле я также и ничего не знала про сербию когда компания предложила прилокацию я просто давно планировала куда-то переехать я согласилась но я также ничего не знала про сербию и получается можно сказать мы здесь оказались случайно ну да все случайно в одном месте вот ты приехал в сербию расскажи пожалуйста как тебя как это произошло слушай ну все началось с того что мы прилетели в аэропорт никола тесла в белграде вышли нас встретил трансфер я это как сейчас помню мы ехали 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 и когда мы начали выезжать город мне стало все безумно настолько знакомое что знаешь первое впечатление скажем так оно было что я попал в россию моего детства в город моего детства именно потому что вот эти вот когда въезжаешь ну те кто ехали из аэропорта 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 я также ехали из аэропорта мне кажется и постоянно пусть и въезжали как раз там в какой-то там блок я не помню какой там конкретно там же все по блокам разделено в новом белграде и там как раз эти панельки советского типа стояли и вот ты как раз въезжаешь я думаю ну все вернулся в россию только ну-то я говорю первое впечатление то россия моего детства просто потом конечно же вот я когда немножко расходился когда мы приехали в старый град я сразу понял что вот здесь вот мне конкретно нравится этот район и я хочу в нем просто жить если кто не знает белград разделено два района это новый барга но вино вино новый был град или новый город в зависимости от языка наверно там сава разделяет на два берега новый белград и старый град вот и собственно говоря в новом белграде мне не особо-то понравилось потому что но это либо типичная совдеповская такая застройка старая советская скажем так либо это ну красивые новые дома красивые новостройки вот и собственно говоря стал старый белград который в таком красивом европейском стиле сделан где грубо говоря можно ходить по улочкам чилить сидеть там ночами днями гулять там брусчатка везде красивая ну короче в общем он не намного больше понравился и собственно говоря вот Именно тогда мнение у меня немного изменилось, потому что сначала я приехал, думал, ну что-то как-то, ну такое. Потом, грубо говоря, день на четвертый, может через неделю, я уже понял, что все, нужно перебираться просто в Старый Град, и будет все чики-пуки, как говорится. Вас также поселили в ту же гостинку? Всех поселили в ту самую гостиницу. Она, в принципе, была себе неплохая, но, блин. Наша гостиница находилась на окраине, на окраине Нового Белграда. Час ехать нужно было, точно помню. Час на трамвае до центра, я тоже это помню. Ну, то есть, это прям мои самые такие яркие впечатления, это когда я просыпаюсь, выхожу на балкон и вижу лошадь с повозкой. И пищи поют. И ласточки свили гнездо на балконе, то есть, там у меня прям видео есть. Я люблю Белград очень, мне очень нравится Белград и Сербия, но как бы вот это вот ощущение, да, то есть, там природа, короче, птички поют, окраина города, и у меня такое чувство, как будто я нахожусь у бабушки в деревне и как бы в хорошем смысле. И, короче, потом я начала ездить по городу, это напоминало мне Новосибирск, да, собственно, по весь Новый Белград, вот эта вот архитектура. Да, да, то есть, поначалу я изучала этот весь район, потому что я не знала вообще, куда ехать. А там еще, наверное, нюанс такой, что никто друг с другом практически знаком не был. Я вообще никого не знала, я вообще, я приехала, то есть, я никого не знала из тех людей, из тех коллег, которые релацировались, и у меня с первого дня была вообще, то есть, вся голова забита, мне нужна квартира, мне нужна квартира, мне нужно искать, мне нужно звонить риэлторам и все остальное, вот. Ты, наверное, был из тех, кто тусил. Да, 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 мы как только приехали, мы, наоборот, начали все знакомиться, мы не думали о том, что нам нужна квартира, риэлторы и все такое, мы первым делом пошли в бар. Ну и как? Ну, отлично, сразу все познакомились, сразу поняли, кто, с кем, ну, сразу такую компанию свою небольшую сделали, с кем мы общаемся, кстати, до сих пор, компания, так счастливо, только расширяется и расширяется, и у нас все много, больше, больше людей туда входит, и новые люди, которые переезжают, тоже туда подключаются. А я там есть? Когда ты приходишь. Ну, вот, на самом деле, по-моему, вот, белградская ночная жизнь, вот эта вот вся, вся туса в Старом Граде. Сто процентов, большинство тусовок находится именно в Старе Граде, но в Новом Белграде есть там пантомные клубы, эти, как на паромчике такие стоят, которые на воде плавают, и, собственно говоря, наверное, большая часть клубов, именно таких ночных заведений расположены именно там. Но если ты хочешь посидеть в кафешке, например, который работает, в большинстве случаев, до часа ночи, то это, конечно, Старе Граде. Ты был, получается, в Грузии, в Турции, и потом оказался в Сербии. Абсолютно верно. Ты можешь сравнить вообще, как у тебя вот... К счастью, я был тот человек, который уезжал из России целенаправленно. Я все время хотел уехать из России. Понятное дело, что в России есть огромное количество плюсов и минусов. Ты просто хотел жить в другой стране? Я просто хотел жить в другой стране, да. Я хотел путешествовать, и чтобы эта страна была желательно где-нибудь в Центральной Европе, чтобы можно было до другой страны без проблем доехать. Поэтому, собственно говоря, Сербия мне больше, ну, пока что понравилась больше всего. Понятное дело, что есть, например, нюансы, что кухня, честно говоря, в Сербии... Это мы, да, это как раз я хотела дойти до нее. Ну, давай, раз мы уже сказали про нее, что ты можешь сказать про сербскую кухню? Это прекрасно? Она ужасна. Она... Объективно, она ужасна. Блин. Это перемешка либо европейской кухни, которой ты можешь зайти в любую кафану, там, в любое заведение, заказать там ту же самую пасту какую-нибудь, либо это пережаренное мясо, безумно жирное... Зачем? Зачем я беру у тебя? Если сравнивать с той же самой Грузией, то, ну, тут, конечно, небо и земля. Ну, я в Грузии не была, я в Турции не была, но сербская кухня для меня тяжеловата немножко. Но она жирная, она очень жирная. Ну, ну, здесь очень много мяса. Постой. Как человек, который любит мясо, я вот с тобой полностью согласен, что здесь его действительно очень много, но есть одна небольшая проблема. Оно все жирное очень. Может быть, мы просто не нашли все-таки те места, где... Ну, кухня, я думаю, абсолютно отличается. Все-таки сербская и русская. И тяжело было найти вот эту пюрешечку с котлетками. Но я нашла в столовых, можно найти. Ну, тут это, наверное, пюрешка с чуфтами тогда получается. Ну, да, не помню, котлетки, да, когда я ела котлетки. В общем, так, сейчас, вот, просто... Ты меня сбил просто, ковец. С этими котлетками я теперь не могу забыть эти пюрешки. А, ну, просто, в общем, давай так, по кухне, то есть тебе Сербия нравится меньше. Все-таки Грузия топ. Если сравнивать Грузию и Сербию, то я, конечно же, выбрал бы грузинскую кухню. Вот, по погоде. Погода, объективно, здесь намного лучше. Жарко. Жарко? Это не то слово жарко, да. Я хотел по-другому сказать, но пусть будет так. Да, не то слово жарко. В принципе, в этом есть свои какие-то плюсы, причем огромный плюс, тем более, когда ты сидишь дома под кондиционером. Конечно, он постоянно включен и все такое, но, тем не менее, ты можешь в любой момент выйти, пойти поплавать где-нибудь, например. Ох, да. На то же самое. Человек, который не может перейти дорогу и пойти в бассейн. Нет, слушай, ну, в бассейне можно поплавать-то хоть зимой. Я к тому, что, типа, здесь летом есть отличные водоемы, на которых можно поплавать. Плюс, ну, шорты, футболочка, прогулка по улице. А в Грузии разве не так? Там другая погода? Слушай, я не был там летом. Вот что дело. Я же приезжал зимой и уехал весной. Поэтому тут сравнить я не могу. Съезди сравни, пожалуйста. Ну, просто видишь, в чем дело. Я, когда приехал туда зимой, там было дождливо. Дождей было очень много. Ну, конечно, это еще, я был, я жил в Батуми, это прям вот рядом с морем. У меня там метров, наверное, 30-50 до моря было. Собственно говоря, было, погода была так себе. Недождливых дней было не так много. И потом, когда уже наступила весна, все равно, ну, такое. Скажем так, здесь, ну, вот я же уже больше года нахожусь. Следовательно, я в то же самое время находился здесь, в Сербии. И в Сербии это переносится намного проще. Наверное, это был единственный год в моей жизни, когда я не покупал себе зимнюю одежду. Собственно говоря, я ходил просто, ну, в джинсах обычных и кофте. Ну, да, пальто еще иногда надевал, когда прям совсем все плохо было. А так, ну, зима мне очень зашла, конечно. Есть, конечно, опять же один нюанс, как всегда, никуда без нюансов. Подожди, я, ты не забудешь его или забудешь? Я не забуду его. Слушай, мне кажется, я, возможно, представляю, какое, и это вообще другая история, скорее всего. Ну, давай, давай, окей. Я просто хотела добавить немножечко, что как человек из Сибири, я первый раз оказалась в такой теплой зиме. Ну, я понимаю, возможно, как бы, ну, я не жила в европейской части России, да, может быть, я бы так же была бы счастлива. Нет, слушай, извини, что перебиваю, но в европейской части России, вот я жил прямо на границе с Белоруссией в городе Смоленске, там все равно было холодно. Здесь это достаточно приятная погода, ну, типа, не было каких-то леденящих ветров, я не знаю, по-моему. У нас, правда, была аномальная теплая зима здесь, не было снега. Ну, он был. Он был, но расстояние. Ну, типа, не больше недели за всю зиму. Вроде бы как для Сербии это, ну, необычно. Здесь вроде бы выпадает снег чаще, но вот эта зима, может быть, тоже не показать, и посмотрим, что будет этой зимой. Что ты хотел сказать про минус? Про дым? Дым. Смог, смог. Я когда сюда приехал, думал, блин, нифига себе, прикольно, я просыпаюсь, и туман на улице. А потом, в итоге, спустя недели-полторы, я понял, что это все-таки не туман. Оказалось, это смог. Все на самом деле, да, все на самом деле довольно просто. Сербы некоторые, чтобы протопить. Ну, в смысле, некоторые. Ну, многие. Тут жилищ, то есть, Белград, это по факту, мне кажется, очень много частной застройки. Да. Вот, знаете про это. То есть, который отапливается, ну, дровами, скорее всего, и углем. Ну, судя по всему, ничем попало топит. Все, что под рим, тебе попалось, там, пластмасса, какой-то велосипед старый, еще что-нибудь. Я не знаю, может быть, мы, ну, мы заживем немножко в разных районах, хотя не так далеко, но все-таки я не помню. Я не помню, чтобы было прям настолько плохо. Я помню, был бум, когда все начали ринулись покупать участители. Да, я тоже был, хотел быть, точнее, одним из них. Благо, благо я старый еврей, которому жалко денег. И поэтому, собственно говоря, я не пошел, не покупил его. Кстати, о чем я очень сильно рад. Рад все-таки? Да. Не будешь покупать сейчас? Почему? Зачем? Ну, в смысле, то есть ты, как бы, тебя напрягает от дыма, но, в принципе, тебе окей. Слушай, мне кажется, что с ним по улице ходить в обнимку. Ну, пока я дома нахожусь, мне он вообще ни капли не напрягает. Если не открывать форточку, там, например, окна и все такое. Просто очень много. Я помню, как в русских чатах, там чуть ли не была паника, когда все скидывали вот эти вот показатели. Тут очень сильно от района еще зависит. Потому что те, кто находится на вершине, грубо говоря, ты-то повыше меня живешь в районе. И, собственно говоря, тут помечет. Те, кто еще ниже живут, у тех еще больше проблемы. И получается, те, кто туда вот уже вождаваться, вот в ту сторону, которая автокоманда, и дальше чуть-чуть. То есть, если те, кто живут, там частный сектор такой начинается в основном. Вот там самая основная проблема. Там самое большое загрязнение получается. И, собственно говоря, у меня даже окна выходят на тот район. Я вижу, что там прям он застилает такой пеленой. Хорошо. Ну, все-таки давай тогда вернемся чуть-чуть к еде. Тебе хоть что-нибудь нравится? Ну, конечно, нравится. Плескает, плескает. Куда ж без нее плескается, пиле чипунины баток. Вот это вот Кара Джорджио с Каймаком. Тоже прекрасная штука. Надо сделать как-нибудь обзор на какой-нибудь фастфуд. Я все думал, как-нибудь сделать обзор на типа топ-5 лучших баров Белграда, что-нибудь такого. Было бы прикольно. Ну, сейчас еще новые открылись. Ну, это будет потом. Да. Ну, я надеюсь, что будет, и мы посмотрим. Ладно, так, хорошо. Хорошо, значит, ты прилетел в конце апреля 22-го года в Белград. Ты немножко потусил, познакомился с Белградом, посмотрел, понял, что тебе нравится старый город. И потом, скорее всего, ты начал искать квартиру, что я начинала делать в первый день и не тусила. У меня все было намного проще. Только не говори, что она нашла сама себя. Нет, ну, не сама себя нашла. Ну, нет, я могу и так сказать справедливости ради. Я решил нанять риелторов. И это не касательно Сербии, сейчас ни в коем случае не касается. Я до сих пор не понимаю, в чем суть работы риелтора. Я не понимаю, почему я должен, я хочу найти квартиру, почему я должен платить за квартиру, риелтору, там, какую-то комиссию. Понимаю, если бы они работали таким образом, что я говорю, там, свои определенные условия, свой ценовой диапазон, свой район, и тогда мне подбирают под эти условия. Ну, да, так оно как бы и должно быть. Но оно ни хрена так не работает, потому что мне предложили все возможные варианты, кроме тех, которые я бы попросил. Мне предлагали варианты в подвале, мне предлагали варианты за полторы тысячи евро, за две тысячи евро. Мы же русские. Да, и только потому, что риелтор, ну, как вы все прекрасно, наверное, знаете, получает процент именно от стоимости квартиры, которую он сдаст. И, как бы, у меня условие было, что, типа, ну, я не хочу платить больше 500 евро. Я прекрасно понимаю, сколько квартир, ну, я немного посмотрел и прекрасно понимал, какой примерный диапазон квартир здесь сдается. Еще раз напомню, это было полтора года назад. Да, тогда еще не было ни бума никакого, ничего. Сижу, работаю, как бы сам искать не хочу, я просто дал своей девушке задание, скажем так, найти квартиру. И если она найдет эту квартиру, то она получит половину от стоимости аренды этой квартиры. Подожди, ну, ты по факту, по факту ты нанял на позицию своего риелтора свою девушку? Да, да. Ну, только я сказал, что она чуть поменьше получит. Чтоб ты понимала, на следующий день она нашла квартиру, в которой мы до сих пор живем. Правильная мотивация. За 400 евро. За 400 евро. Хорошая девушка, что она могла бы подороже взять. И, собственно говоря, вот сейчас мы, как раз, опять же, у меня сейчас настал тот момент, когда мы переезжаем, потому что лендлорд мой продает квартиру, и он предложил, конечно, мне ее купить, но у меня лишних, там, сколько он сначала, 110 тысяч евро предложил, потом все скатилось до 90 тысяч евро, но, как бы, 90 тысяч евро у меня тоже нет. У меня и 9 тысяч евро нет. Так что, как бы, как-то так. Если кого-то есть, и вам нужна квартира, да, вы знаете, что где-то есть. Могу посоветовать, она неплохая, не далеко от центра. Вот, и, собственно говоря, сейчас опять я искал новую квартиру, и мы прокатились по трем вариантам, и вот сняли через, на следующей остановке, скажем так. Достаточно так же быстро нашли. Да? Это я веду к тому, что, типа, на самом деле, найти квартиру в другой стране, грубо говоря, если ты приезжаешь, не так сложно. Если у тебя есть желание. Нет, я сейчас начну просто, ну, ладно, я не буду, наверное, слишком против... Ну, ладно, нет, я... Ну, давай. Я с тобой не согласна, потому что, ну, не знаю, может быть, мне просто так не повезло, но, во-первых, переезжая в другую страну, я уже, как никто, наверное, и мы с тобой, понимаю, что это, на самом деле, не так-то легко. И просто, когда ты говоришь, что найти квартиру достаточно легко, у меня начинает, короче, это, потряхивать чуть-чуть. А что именно было сложно тогда? Это у нас еще была самая первая волна, ну, как бы, и в принципе, релокации, скорее всего, и цены не так сильно завышали, людей было не так много, но, тем не менее, я ехала, например, на просмотр, ее уже разбирали. Это было, то есть я искала три недели, я обзванивала всем риэлторам, ну, то есть я писала всем риэлторам, я искала квартиру, откликалась, они мне говорили, вы знаете, эти его же объявления не актуальны. Также я находила риэлторов, которые мне скидывают, я говорю, у меня, там, не знаю, лимит до 600 евро, до 600 евро. Мне показывают за 1000 евро, ну, то есть, и, как бы, получается, есть такой прессинг, что ты не можешь найти квартиру, и у меня выключилась камера, потому что она перегрелась, скорее всего. О, у меня такое тоже бывает. Давай все-таки, да, расскажи, как ты вообще смотришь на переезд? То есть ты видишь в этом чисто набор каких-то действий, которые можно сделать, выполнить, и как будто бы там вот это вот психологически каких-то, вот знаешь, там, то, что ты скучать можешь по родным, по близким, по друзьям, по локациям, по предыдущим, по России. Опять же, из-за того, что я хотел все время уехать из России, мне это не вызвало особо больших проблем. Да, есть какие-то моменты, то, что, например, с теми же самими родственниками. Шаурма. Блин, ну вот тут прям заживое задело. Да, есть моменты, к которым ты привык, например, к той же самой шаурме. Ну, я люблю шаурму, да, действительно, и здесь я до сих пор очень сильно страдаю. Так что можете посмотреть, у Насти на канале есть ролик, где мы ходили, тестили шаурму. Да мы только одну потестим, надо еще потестить. Потестим, потестим. Я никогда не думала, что будет так реально не хватать вот какой-то привычной еды. Какой-то обычной, которая, да, у тебя была в шаговой доступности, тех же самых пельменей. Ты не заказываешь пельмени? Я заказываю пельмени постоянно. Серьезно? Да. Короче, я просто, мне везет, я не люблю пельмени. Я их в России практически не ел. Но знаешь, когда долгое время не ешь, все-таки хочется что-то попробовать. Ну, можно сказать, даже и так, да, просит просто душа. И действительно, когда вот такие моменты бывают, что ты скучаешь по какой-нибудь там, по творогу скучаешь, гречку довольно сложно найти порой. Ну, она всегда продается, но не всегда она есть в наличии, скажем так. Ну, тут я могу поспорить. Кто-то тоже говорил, что гречку не найдешь. Нет, найти можно, можно, конечно, найти. Я ее без проблем нашел. Простой черный чай, да? Простой черный чай, ну, это анрил просто. Я справедливости ради, я же свою девушку когда отправлял в Россию, чтобы она там с родственниками увиделась, она привозила с собой огромную пачку чая просто черного. Я тоже заказывала. Вот, вот, потому что Сербия страна кофе, тут все любят кофе, а я кофе терпеть не могу. Мне в этом плане повезло, я люблю кофе и сильно люблю чай, но я это сразу замечаешь в магазине, когда у тебя, там, не знаю, 70% полки кофе и 30% чай, при том, что чай это ромашка, какая-нибудь липа, мята, да, травяные чаи. Просто обычного черного чая практически нет. Ну, есть в торговых центрах на развес, можно покупать, да, но и есть русский магазин, и есть еще люди, которые начали делать, лепить пельмешки. Вот это вот из-за того, что все это начинает развиваться и развиваться очень быстро, бешенными темпами, просто так начали предоставлять такие услуги, которые были, скажем так, в России. А они, в принципе, замещают вот это вот, то, чего не хватать может. Да, но, опять же, оверпрайс, но есть такая проблема. Всему своя цена, вот, да. Хочешь, да, плати можешь. Ну, то есть, в принципе, да, я просто как будто бы хочется тебя подловить на том, что, ну... Что сложно, да, сложно было перебраться. Да, что сложно, что это очень тяжело эмоционально, ну, может быть, потому что я как бы так на это смотрю. И мы забыли сказать вот о том, когда мы переезжали, как к нам относились сербы. Ну, это, слушай, это отдельная тема для огромного диалога, потому что, когда мы только переехали, я точно помню, что все сербы были очень рады, когда они узнавали, что ты рус. Это многие просто лезли обниматься. Вот это искренне, причем искренне, действительно любви к русскому населению я не видел нигде. Нигде. Самое прикольное, что, типа, спустя вот такое огромное количество времени, которое мы здесь уже живем, а это немало. Полтора года, да. И на то, что огромное количество, просто огромнейшее количество людей сюда русских приехало, и все равно сербы любят русских. И очень сильно уважительно к этому относятся. Это очень круто. Понятное дело, что те студенты, которые приезжали, например, в Белград, снимали квартиру там за условных 300 евро, сейчас не могут снять ее. Они не совсем позитивно относятся к тому моменту, что поднялись цены. Цены выросли, как бы, мы не специально, ну, в смысле. Есть причинно-следственная связь. Да. Если большое количество людей приезжает, а в нашем случае, например, в сербе приехало большое количество высококвалифицированных специалистов, это в основном айтишники. Айтишники зарабатывают немало. Понятное дело, что, да, именно понаехали. Понятное дело, что если приезжает огромное количество людей, у которых есть большое количество денег, скорее всего, цены будут расти. Я просто не сильно хотела говорить про квартиры, я просто хотела проговорить просто про то, что действительно сербы очень, как сказать, положительно вообще, не знаю, я такого радушия, такое гостеприимство и такой помощи никогда не встречала. Я не знаю, как бы я здесь справилась, если бы я не встретила тех людей, сербов, собственно, которые мне очень сильно помогли. Ну, то есть, я не знала сербского языка. Ну, слушай, справедливости ради сербского языка до сих пор не знаю. Как? Ну вот, я единственное заучил... Да знаешь ты, молим! Я там плескаются. Я заучил определенные слова, фразы, с которыми, в принципе, ну, наверное, процентов 90 того, что я делаю, можно покрыть практически без проблем. Я могу понять, что мне спрашивают, я могу как-то ответить. И, ну, я не учу сербский. Я был на одном занятии по сербскому и, собственно говоря, ну, к сожалению, сейчас не могу продолжать, потому что по работе слишком большой завал. Я не вижу, ну, какой-то большой потребности в том, что нужно идти учить именно сербский с преподавателем, потому что того общения, которое обычно вокруг меня, там... Ну, ты расскажи, это получается, ну, просто магазины, я не знаю, где-то часто... Магазины, кафешки, всякие рестораны, просто прогулки по улице. Не требуется, просто я хожу на рынок, иногда я путешествую в другие города, и там не все говорят на английском. Ну, далеко не все говорят на английском, это я согласен. Потом, например, я очень часто взаимодействовала с доставщиками, с доставками, вот это все мебели, и там тоже не говорили на английском. Потом у меня поломался кран, да, сантехника, я, короче, тут это... Я почему-то сталкивалась, ну, огромным количеством бытовых ситуаций и каких-то, ну, не знаю, на рынок, ну, ладно, на рынке тоже, возможно, можно, как сказать, покоммуницировать, показать по картиночке. Но ты... тебе не нужен сербский, ты, наверное, не будешь его учить, да? Ну, слушай, я буду просто так же, как и сейчас, просто пополнять словарные запасы, все, потому что было очень большое количество ситуаций, когда я начинал разговаривать на английском, серб, с которым я разговаривал, там, который предоставляет ту или иную услугу, тоже говорил на английском, он говорит, ты рус? Я говорю, да, рус. Говорит, так зачем нам этот английский? Давай на сербском, на русском разговаривать. Многие сербы учили русский язык в школе. Многие сербы, точнее, думают, что знают русский язык, и вот на вот этом сербско-русском языке, в принципе, тоже вполне свободно можно разговаривать. Ты, ну, не зная сербский язык, скорее всего, сможешь понять, ну, процентов 30-40 речи. И если сербы будут более-менее спокойно разговаривать... Не так быстро, как они обычно говорят. Если палака у них включится, то все, в принципе, будет прекрасно. И ты будешь понимать, и они тебя будут понимать, как-то, ну, что-то на пальцах объяснять, что-то... очень большое количество слов с речи, которые одинаковые. С личных, да. Ну, есть, как ты сама прекрасно понимаешь слова, которые могут ввести в заблуждение. Я составляла список, но я забыла... Ну, самое простое право. Это сразу первое, что приходит в голову. Нам на право. Право — это прямо на сербском. И тут как бы, ну, и вот... И вот так оно есть, просто надо запомнить, да. У меня недавно ситуация была буквально пару дней назад, когда иду по улице, девушка подходит, что-то начинает спрашивать. И я говорю, так-так-так, я говорю, я сам рус, я сербский мало знаю. Она начинает просто медленнее говорить. И в итоге показалось, что ей просто нужно узнать, где находится полиция, чтобы пойти там что-то, то ли зарегистрируешь, что-то я уже не помню, честно говоря. И я без проблем, собственно говоря, объяснил ей, как именно пройти. Я даже употребил слово «право» в том смысле, что нужно идти прямо. Молодец. Вот это вот то, что мы вспомнили про право. Я, в принципе, понимаю тебя, потому что очень много кто у меня и знакомых, ну, не учит сербский. И достаточно английского, и достаточно русского, собственно, и базы каких-то слов, ну, на сербском языке. Да, это так и есть. Если ты знаешь английский язык хотя бы на уровне B1, то, в принципе, в преимущественном большинстве случаев без проблем ты сможешь жить в Сербии. Да, понятное дело, что если ты там пойдешь, например, на ту же самую почту, почту, почта, почта, если ты пойдешь на почту, то там могут возникнуть проблемы, потому что, ну, да, 100% они возникнут. Но справедливости ради, если ты пойдешь в Россию на почту, у тебя также возникнут проблемы, даже с учетом того, что ты знаешь русский язык. Поэтому, мне кажется, это больше не от языка зависит и не от страны, а от просто... Ну, кстати, я еще не получала посылки, у меня пока не было проблем, потому что они приходили к моему дому. Я сейчас начал с Алиэкспресса заказывать всякие штучки там, всякие прикольные там, типа, для того, чтобы там что-то припаять, там, ну, паяльную станцию все заказал, там, флюсы, фигусы, там, всякие штуки для телефонов. Ну, в общем, обычно всякую мелочь начал заказываться Алиэкспресса. И, да, в Сербии прикольная штука, если тебе посылки приносят домой. Но мне домой ни разу не принесли. Крайняя ситуация была. Мне звонит доставщик, говорит, там, типа, 20 минут, будьте дома, я сейчас принесу вам маленький, так, как там, Мали пакета, что-то такое сказал. Я думаю, окей, все хорошо, жду 20 минут, жду 30 минут, жду час, жду полтора. Думаю, ну, как бы, а мне-то в офис надо ехать. Я думаю, ну, все, он не звонит, а говорил 20 минут. Я спускаюсь и смотрю, оказалось, что он мне в ящик положил бумажечку, по которой нужно идти на почте забрать эту посылку. Ну, какая-то... У меня так не было. Ну, вот. Причем до этого, до почты почти дошел, я мог просто сам пойти забрать. Ну, ладно, в итоге я просто взял эту бумажечку, пошел там... Получилось? Да, конечно. Ну, хорошо, я уж подумала, что... Не, я много посылок забирал уже с Алиэкспресса, там, у нас почта отличная, просто приходишь, стучишь, даже при особом желании можно даже не разговаривать. Можно просто дать эту бумажечку, которую, знаете, в России надо было заполнять самому, когда приходят с Алиэкспресса изначально. А тут все готово. А тут уже, да, они заполнены, тут они уже заполнены и приходят. И ты просто приходишь, даешь эту бумажку, потом тебе, ну, паспорт просит, паспорт даешь, они сверяют то, что, типа, то имя, которое написано в бумажке с паспортом, если одинаковое, то тебе просто выдают эту посылку, ставишь автограф и уходишь. Я просто думала, ты сейчас начнешь рассказывать те истории, которые у меня точно есть, не знаю, у тебя, скорее всего, тоже, когда тебе звонят, говорят, что сейчас приду, будьте через 10 минут дома, а ты вообще никого не ждешь, ждешь в понедельник, а тебе, не знаю, приезжают. Это у них рядовая ситуация, как я понял. Я еще у ребят спрашивал, у других, ну, и наших коллег, и не наших, просто с кем общаемся. И когда мы сюда тоже перебрались, тоже такая ситуация была. Это какой-то, я не знаю, эффект, я не знаю, это какой-то определенный способ доставки неожиданности. Сюрприз. Конек, неожиданность, потому что я когда из Икеи заказал стол, когда только переехали, думал, надо оборудовать рабочее место, я заказал стол, думаю, ну, когда-то привезут. И самое прикольное, что если бы они позвонили там, ну, за час, за день, за пару часов, они звонят, говорят, типа, через 5 минут мы будем у тебя. Да. И делай, что хочешь, если ты находишься в другом конце города. Ладно, хорошо. Ну, они перенаправлены на другой день, но такое очень часто бывает. Слушай, ну, у меня вот я для кота заказывал рюкзак, ну, типа обычный рюкзак, куда кота внутрисуешь, а там, типа, иллюминатор такой, чтобы он оттуда торчал. Вот. И, короче, мне домой привезли его, меня не было, естественно, дома, потому что, блин, ну, не бываю я дома в то время, когда они привозят. Как бы они, наверное, у них рабочий день, но они забывают то, что еще рабочий день может быть у того человека, которому они везут. Ну, это не столь важно. Они положили в такую штуку, как этот пикпоинт, вроде в России, или как-то так называлась штука, которые ящики такие есть, на заправках ниш обычно стоят. И там приходишь, код вводишь, номер телефона, и открывается штучка, и оттуда забираешь. Интересно. Вот. Ну, собственно говоря, если ты идешь именно на почту, то, скорее всего, тебе сербский понадобится. Изначально об этом была речь. Да, да. В общем, сербский, окей, хорошо. Сербы нас любят. Сербский мы учим, знаем. Ну, как бы, как сказать? Как минимум учим. Мы как минимум учим. И мне кажется, я часто видела, как с сербом очень приятно, когда с ними разговаривают на сербском, и они всегда помогают. Кстати, это тоже очень сильно забавный факт, потому что, насколько я помню, когда в России, например, какие-то иностранцы приезжали и начинали разговаривать на русском, в России не было такого, что типа, о, ты пытаешься разговаривать на нашем языке, круто. Это, наоборот, у большинства людей почему-то вызывало отвращение. Абсолютно согласна. Может, доставка какая-нибудь? Не знаю. Это была не доставка. Это были соседи. Да, это так приятно. У меня просто была проблема с... До сих пор остается с кухней, с водой, как там, не знаю. Я бегала как-то там, искала в панике, короче, кто мне там может помочь. И про меня не забыли. Я первый раз сталкиваюсь с таким вообще, с такой поддержкой, какой-то добротой, я не знаю, с желанием помочь. Давай все-таки попробуем подвести итог и нашего разговора интересного, что тебе нравится в Сербии, что тебе не очень нравится в Сербии. И, может быть, какие-нибудь советы, если вдруг кто-то захотел бы переехать в Сербию. Слушай, ну давай, наверное, начнем с плюсов. Плюсов на самом деле огромное количество, но я выделю всего несколько, которые мне прям запоминаются. Первый, самый главный плюс, это, который мы сегодня уже обсуждали, это то, что сербы очень сильно любят русских. Ну, братья и сестры. Братья и сестры, да. В России я такого не видел, в Грузии я такого не видел, да и нигде я такого на самом деле не видел. Второй огромный плюс, как по мне, Сербия таким образом расположена, что она просто становится идеальной страной для тех людей, которые любят путешествовать. Господи, билет купить до Рима за 2,5-3 тысячи динар иногда можно выхватить. Блин. Ну, это прям, ну, это, если в рубли переводить, сейчас, наверное, я не знаю, когда вы будете смотреть, но сейчас, на данный момент, это практически один к одному. Вот. Это выцепить можно за 2,5, но в среднем где-то тысячи 4-5 динар. Это второй плюс. Третий плюс все-таки это то, что недалеко находится море. Он, наверное, немного связан с предыдущим. Вообще далеко. Ну, как далеко? Ну, Черногория, ну что ли? Вот, если бы ты жил в Черногории, ты бы сказал, ну, вообще недалеко. Нет, ну, слушай, для меня, как человека, который жил долгое время в России... Когда у тебя 8 часов до моей бабушки. Да, да, да. Собственно говоря, это вообще ни о чем. В Новосибирской же области. Вот, вот, вот. А тут каких-то всего 10 часов и ты на море. Причем отличным, классным, крутом море, которое мне очень сильно нравится. Ну, и, наверное, собственно говоря, из плюсов... Ну, можно другие перечислять, но вот из самых весомых, которые вот именно мне сразу в голову всплывают, только эти. Потом, ну, если касательно минусов, это, конечно, в первую очередь... Да их, наверное, в любом ролике, если смотреть про Сербию, типа, если ввести а-ля плюсы и минусы жизни в Сербии, то первое, что встречается, это курение. Тут это очень сложно с этим не согласиться, потому что я, когда приехал в Грузию, я думал, типа, офигеть, как тут много курят. Потом я приехал из Грузии в Сербию, думал, нифига себе, в Грузии оказывается, что вообще не курят люди. Потому что, ну, курят здесь абсолютно везде. Я как человек, который бросил курить... Ну, походу, уже не бросил. Походу, уже не бросил, да. Потому что здесь я опять начинаю курить потихоньку. Да, понятное дело, что я не всегда курю, но, тем не менее, оно всё психологически так тянет, и ты такой думаешь, блин, ну я тоже вот что-то вот... Оно начинает появляться, это желание. Курение вредит вашему здоровью. Да, не курите. Это очень вредно. И алкоголь тоже. Вот, потом что? Что из минусов тут ещё есть? На самом деле, это, наверное, собственно говоря, я так больше прям такого... Я даже удивлена. Ну, ты можешь что-то добавить, например. Может, я соглашусь, может, я просто забыл. Вот это вот заминировал. Я понял, про что ты говоришь. Да, есть у нас район недалеко от офиса такой. Ну, вот, особенно это в Старьграде. Настя к этому, на самом деле, адекватно относится. Я не знаю, меня это триггерит просто безумно. В Сербии очень любят собак. Просто очень сильно любят. Но очень мало кто любит убирать за своими собаками, скажем так. Ну, и в России тоже. Ну, в России никто не убирает вообще. Просто из-за того, что город небольшой и узкие улочки, ну, просто такое часто встречается. Но на самом деле, я не скажу, что прям настолько всё плохо, но да. Ну, вот мы недавно катались по Венгрии, Чехии, в Австрию заезжали. И там, ну, там собак выгуливают в социально отведённых мест, именно прям в заминированных мест, скажем так, именно в тех местах, где люди ходят, я не видел. Смотрите аккуратно, смотрите под ноги, но... Вот, кстати, касательно узких улочек, ты ещё напомнила, мне не особо нравится то, что из-за того, что здесь узкие улочки паркуются прямо на бордюрах, скажем так. Я иногда смотрю, и я просто в шоке, как... Нет, в смысле, в хорошем, приятном шоке хочется взять номер телефона серба, которые... сербки, которые запарковались просто, я не знаю, в нескольких миллиметрах от стены. Некоторые паркуются просто очень круто. Ну да, у них стоят уроки вождения взять, возможно, но всё-таки для меня это, ну, такой плюс, потому что, на самом деле, улочки очень маленькие, и машины паркуют прям... Ну, 50% машины стоит на бордюре, ну, там, на пешеходной зоне. Ну, паркопы здесь интересные, да. Да. И тебе приходится... В итоге ты не можешь пройти просто по пешеходной зоне, тебе приходится идти просто тупо по проезжей части. Ну, не везде так. Ну, не везде, но много где. Это больше, скорее всего, какой-то частный, возможно, местами сектор, нет? Ну, да, да, обычно. Ну, это Старийград в основном. Ну, в Зему не такое часто тоже встречается. Вот, и, собственно говоря, из минусов таких... По наехавшие русские. Ну, фу. По наехавшие русские. Куда ни плюнять не русские сейчас. Раньше, я помню, когда мы только приехали, идёшь по улице князя Михаила, ты слышишь сербскую речь, ты можешь идти ругаться матом, и никто тебя не понимает, всё хорошо. Ну, кстати, наши маты с сербскими похожи. Ну, да, ну, ты можешь думать то, что тебя никто не понимает, ладно? Сейчас же ты, если будешь идти по улице, то, ну, по той же самой князю Михаила очень много будет русской речи. Не знаю, хорошо это, плохо, это, наверное, ну, ни то, ни другое, это просто обыденность, наверное. Наверное, касательно того, что каких-то советов по поводу переезда. Первое, с чем вы столкнетесь, это то, что поиск жилья, и для поиска жилья есть всего два сайта, а не риэлторы. Всего два сайта, на которых стоит искать. Это HelloGlassie и CityExpert. На других сайтах просто это бессмысленно. Можно, конечно, в группах в Фейсбуке порыться, но это будет более-менее проблематично. На этих двух сайтах вообще, мне кажется, на Изи можно найти любую квартиру. Под любой бюджет в любом районе. В CityExpert, там же это, типа, агентство начали, насколько я знаю, и там, типа, тебе даже не нужно платить. Да, я находила квартиру через CityExpert. Вот, я сейчас текущую квартиру нашел тоже через CityExpert. Там немножко завышенные цены, как мне кажется. Ну, они там завышены, ввиду того, что это агентство. Мне кажется, нужно все равно сказать, что все равно надо готовиться к тому, что местами не знают английский, и нужно местами либо иметь переводчика какого-нибудь, в полициях. Но это в любом случае не является минусом. Тебе нужно просто знать. Что еще? Надо заканчивать как-то? Да, надо заканчивать. Мы сегодня хорошо так поговорили. Это было наше первое совместное... Тестовое такое видео, да? Да. Ну, мы его все равно выложим, каким бы оно ни было. И не знаю, я бы хотела как-нибудь еще раз собраться и поговорить про какие-нибудь... Не знаю, может, даже кто-то бы предложил какие-то темы. Может, кто-то что-то напишет в комментариях интересное, что можно будет тоже обсудить, либо то, что вам интересно будет, например. В общем, спасибо тебе большое, что ты согласился на эту авантюру. Спасибо, что позвала. Я надеюсь, что вам будет это интересно было послушать. Может быть, местами было весело, может быть, местами вы почувствовали какое-то раздражение. Это тоже... Главное вызывать какие-либо эмоции. Все эмоции полезны, все эмоции хороши. В общем, всем хорошего вечера, дня. Что есть? От меня всем пока. Пока-пока. Увидимся. 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 Все.